Пророщенной зеленой гречечки. Вот моя гречечка. Вчера вечером я ее замочила, сегодня она уже проросла. Это она. Давайте подождем. Присоединяйтесь. Так, 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 так. Ну что, я думаю, что многих интересует, конечно же, первый вопрос, как эту гречку, эту самую гречку прорастить. На самом деле, конечно, растет она просто идеально, но все зависит от качества самой гречки. То есть очень важно качество самой крупы. Так, кстати, как меня слышно? Напишите, пожалуйста, дорогие друзья, как меня слышно, как меня видно. А то я с самого начала забыла спросить, провести проверку связи. Слышно ли меня, видно ли меня? Видно ли мой блендер? Доброе утро. Видно ли мою гречку? Отлично, да? Все, спасибо большое. Ой, самое главное слышно и видно. Итак, ну что, я хочу сказать вам про гречку. Я открыла ее для себя, наверное, лет уже 6-7 назад. Она является неотъемлемой частью моей жизни и жизни нашей семьи. Вообще, все, что касается пользы гречки, да, пользы, которые приписывают гречки, это, конечно же, все относится к гречке зеленой. На самом деле, до 50-х годов гречка вся была зеленая и другой гречки никто и не знал. Но, когда Хрущев съездил в Америку и увидел, что у них гречка продается там коричневая, они ее обжаривают, он привез эту технологию, скажем так, этот опыт к нам. И после этого стали гречку обжаривать. Для чего? Для того, чтобы увеличить сроки ее хранения. Соответственно, ну, конечно же, это влияет на пользу уже сырья. И гречка коричневая, обжаренная, естественно, содержит пользы меньше, чем зеленая гречка. Но, в целом, если мы варим из нее кашу, да, и делаем какие-то гарниры, конечно же, польза она все равно присутствует, она остается во многом. Но гораздо больше пользы, гораздо больше тех самых витаминов, того самого железа, о котором говорят, именно вот в такой гречке пророщенной. Как гречку проращивать? Да, сейчас расскажу сначала немножко про пользу гречки. Значит, во-первых, гречка это уникальный живой белок. Для тех, кто очень следит за уровнем белка в рационе, для спортсменов, для тех, кто хочет похудеть, для тех, кто хочет нарастить мышцы, гречка это просто идеальный вариант, потому что она содержит очень много незаменимых и заменимых аминокислот. Соответственно, это очень белковый продукт, и проращивание круто тем, что во время проращивания происходит процент ферментации. Во-первых, уходят антинутриенты, которые внутри содержатся. На самом деле, в гречке их не очень-то и много, но в целом они все равно есть. То есть, это становится продукт, вернее, этот продукт становится более, так скажем, биодоступным. Во-первых. Во-вторых, ферментация помогает расщеплению некоторых даже компонентов до аминокислот. То есть, на свободные аминокислоты расщепляется у нас часть белковой, вот этой вот структуры нашей гречечки. И поэтому, можно сказать, что продукты именно пророщенные становятся просто максимально биодоступны. Вот. Значит, помимо всего прочего, в гречке, помимо аминокислот незаменимых и заменимых, в гречке содержится очень много железа. Я говорила, да, в ней содержится рекордное количество меди, а медь очень важна для нашей желчевыделительной системы, для работы нашей печени и для выработки желчи. Вот. Поэтому нередко у людей происходит нарушение баланса цинка и меди. И вот медь, кстати, один из очень важных компонентов, благодаря которым, вернее, из-за дефицита которого могут начать сидеть, например, волосы, да. В общем, много, на самом деле, там завязано на всех этих микроэлементах, микроэлементах, вернее. Но вот в этом продукте все создано настолько, опять же, природой уникально, настолько все гармонично. Помимо меди, там содержится много, достаточно магния, да, он важен также для наших мышц, для нашей нервной системы. Там содержится разного, там содержится кальций, опять же, в ионной природной форме. Про железо я уже сказала, то есть железа в гречке действительно очень много. И когда мы ее проращиваем, когда мы делаем вот такой вот вариант каши, это очень здорово, как бы снабжает нас именно живыми, живой пользой. Вот, значит, гречка это сложный углевод, то есть она дает сытость надолго, она дает энергию надолго. И вот такая вот каша может быть использована для питания как всем маленьких малышей, так и для взрослых дядь и тетей, для бабушек и дедушек и так далее, и так далее. То есть абсолютно такой универсальный продукт. Как ее прорастить? Прорастить ее достаточно просто, но все проблемы, связанные с проращиванием гречки, в основном они связаны, вернее, в основном причина этого всего в том, что сырье может быть просто некачественным. То есть из-за чего гречка может не прорастать? Вообще прорастает она на следующий день. Из-за чего она может не прорастать? Может не прорастать она из-за того, что сырье, например, долго лежало, и где-то уже могло заплесневить немножечко, какая-то патогенная флора могла обзавестись уже в зерне, и оно могло начать просто-напросто портиться. Условия хранения какие-то неправильные, там, при транспортировке и прочем, прочем. То есть гречка может быть просто старая. Вот. Хочу сказать, что в нашем панда-магазине гречка идеально растет, вот она у меня, растет просто вот до, я не знаю, наверное, за 12 часов, даже меньше, чем 12 часов, я вчера ее поставила проращиваться где-то в 10 вечера, ну да, наверное, как раз 12 часов прошло, то есть она уже очень, достаточно хорошо проросла. У нас гречка очень хорошая, я всем рекомендую, и она растет действительно быстро, и многие, кто раньше сталкивался с проблемой, как проращивать, после того, как стали покупать ее в панда-магазине, проблемы этих лишились. Никакого запаха у этой гречки быть не должно, она не должна как-то неприятно пахнуть, у нее не должен быть какой-то привкус мыльный, такое тоже бывает иногда, когда сырье уже, ну, не очень хорошее на качество. Вот. Значит, итак, что мы делаем? Да, эфир я сохраню. Значит, что мы делаем? Так, что там написано? А, ничего. Сколько нужно гречки в день селять? Примерно для одной порции каши. А, тут я никогда не ограничиваю в порциях, потому что для каждого порция одна, то есть для мужчины это один объем, для женщины другой объем. Все по ощущениям. Я сейчас покажу на где-то 3-4 порции по количеству, может быть на 3 порции, посмотрю сейчас, как получится. В целом, я считаю, все нужно делать по ощущениям, по своим, то есть гречку, она достаточно такая сытная, можно съесть ее, например, 2 раза в день, то есть можно ее поставить в холодильник после этого, и после этого она еще, ну, после того, как вы ее из холодильника достаете, она тоже достаточно такая вкусная становится. Очень многим напоминает творожок. Если сейчас вот у меня здесь горячая вода, то есть мы будем делать именно живую кашу теплую, вот, потому что все-таки идеальный вариант это теплая кашка такая, чтобы она была максимально такая, максимально дающая энергию, расслабляющая мускулатуру нашего кишечника, желчного пузыря, чтобы она не требовала значительных каких-то усилий организма еще на прогрев всего вот этого. Вот, то есть мы делаем ее в теплом виде, но когда мы достаем ее из холодильника, она тоже очень-очень вкусная, она очень многим напоминает какой-то вот творожочек. Так, знаете, что я забыла? Я забыла лимон. Посмотрим, может быть лимон не понадобится, потому что сегодня я хочу показать, как я делаю кашу из гречки со смородиной. То есть смородина, в принципе, и так достаточно кисленькая, поэтому, может быть, лимончик и не понадобится. А вот в клубничную кашку я всегда лимончик добавляю. Вот. Так, ну что, начнем? Значит, как ее прорастить? Рассказываю. Вашу гречу можно высаживать? Да, можно высаживать. Она растет просто, вот я говорю, замачиваешь ее с вечера на утро, она уже просто вот такая вот вся. Сегодня не тот вариант, сегодня она как раз-таки хорошо проросла, то есть ее уже можно, видите, такие проросточки. Но обычно она у меня прорастает еще сильнее. Что-то я далеко поставила эту штуку. Сейчас. Обычно она прорастает еще сильнее. Сегодня у нас очень холодно, опять 27, что ли, градусов, и дома тоже прохладно. Но, собственно, она даже в такой прохладной температуре прорастает достаточно хорошо. Но чем теплее, естественно, тем рост выше. И когда мы убираем вот такую вот гречку в холодильник, она продолжит еще несколько дней там расти медленно. И можно прямо вот каждый день доставать и делать из этой гречки порцию каши себе. То есть вот такого объема хватит прямо на несколько дней. Вот. Значит, дальше. Как мы гречку проращиваем? У меня вот такая вот банка. Я ее всегда показываю, потому что она прекрасная. Это просто вот я ни разу не пожалела, заказав эту банку с iHerb. У меня есть ссылка на нее. В актуальных сторис есть проращиваем. Там, по-моему, гречку или как-то так проращивание. И там вот такая вот баночка. В общем, на нее есть ссылочка. У нее очень такая вот удобная крышка завинчивающаяся. Вот с такой вот сеткой. Удобно как для проращивания совсем мелких каких-то семян, то есть типа брокколи, например, да, так и для проращивания любых других круп и прочих, и там, например, бобовых, там, ма, что-то же самое, да. Вот, значит, что мы делаем? Мы гречку с вами засыпаем в тот объем, который вам необходим, и заливаем на примерно на 2 пальца выше уровня гречки водой. Оставляем всего на 20 минут. Вот этого времени, поверьте, достаточно для того, чтобы она напиталась жидкостью столько, сколько ей необходимо. Далее нужно эту жидкость слить, гречку хорошо промыть, и вот поэтому крышечка такая очень удобна. То есть я просто под закрытой крышкой набираю, наливаю туда воды, и все это хорошо взбалтываю, промываю пару-тройку раз. Она при контакте с жидкостью оставляет, вернее, появляется у нее слизь, то есть я от этой слизи тоже ее промываю, и дальше я просто оставляю вот так вот, в таком вот виде, даже ничем не накрывая, крышечкой только вот этой, на, ну, то есть до утра. Все, на утро гречка готова. Ну, я еще раз говорю, это гречка хорошая, гречка у нас, гречка алтайская хорошая, и она действительно, поскольку мы продаем ее огромными объемами, она постоянно у нас свеженькая, и поэтому растет, она просто шикарно. Так, какая гречка нужна для пророщения? Вот я объясняю, что гречка для пророщения нужна зеленая, но очень сильно степень того, вернее, способность ее прорастать зависит от качества самого зерна, поэтому выбирайте. Я говорю, что у нас в панда-магазине очень хорошая гречка. Ссылка на панда-магазин есть у меня в шапке профиля, там же есть ссылка на заказ со скидкой. Поэтому, пожалуйста, мы отправляем в другие города, даже в другие страны, в США и в Европу, много куда. Поэтому, посмотрите, у нас там много всего, учитывая, что сейчас я буду показывать вам практически все то, что у нас в панда-магазине есть, и это прекрасного качества продукты, можете сразу же сделать заказ. Итак, значит, гречку мы с вами залили водой. Да, Маш можно проращивать, конечно, да, обязательно. Сохраню эфир, да, бывают ли крышки отдельно сетками. Марин, не знаю, не знаю, бывает ли с сетками. Я вот в таком вот сборе покупала, очень нравится. Ягоды любые, да, абсолютно любые, причем вообще очень классно. Ягоды могут быть использованы абсолютно разные. Это может быть черника, малина, ежевика, голубика, это может быть смородина, это может быть клубника, очень вкусная клубничка, вишня. Вот из всего того, что я перечисляю, я делала каши, они все, буквально все получаются очень вкусными. Задача просто, чтобы количество ягод было таким же, как и количество крупы, да, то есть чтобы ягоды очень хорошо вот давали там вот этот вкус. Вот, очень хорошо с облепихой, тоже очень вкусно. Вот прямо вкусно, действительно. Даже многие, кто не любит, например, кислую облепиху, да, то есть мы же здесь с вами будем финики добавлять, соответственно, она не будет у нас слишком кислой. Она будет как раз-таки такая кисло-сладкая в меру, очень будет вкусно. Замачиваем мы, ну, в целом она прорастает, вот уже я говорила, что с вечера я замачиваю на 20 минут всего. После этих 20 минут я хорошо промываю гречку и без воды оставляю ее уже расти. И на следующее утро у меня гречка готова. Ну, то есть примерно 12 часов достаточно для проращивания. Дальше. Руккола дает так много слизи, я не смогла ее прорастить. Как правильно? Рукколу, честно, не проращивала. Вот рукколу, не знаю, не могу сказать. Я думаю, что вообще любые семена, которые дают много слизи, так же, как, например, лен, ну, не дают много слизи, но они при контакте с водой образуются слизи, да. Это и лен, это и чиа, их можно проращивать, да, но там промывать вот прямо, да, нужно через какое-то сито. Вот только так. То есть через очень мелкое сито. Здесь вот даже достаточно крупные для чиа, не подойдут для чиа. Видите, какая структура. Вот. В общем, что мы делаем? Дальше мы берем эту гречку, утром мы ее взяли, обязательно еще пару раз хорошо промыли, и уже далее засыпаем ее в блендер. Так, сделаю из небольшого количества. Специально промылила побольше, чтобы потом в дегидраторе еще ее высушить. Для десертов использую высушенную в дегидраторе гречку. Сегодня у меня другой блендер. Наш блендер, который наш родимый, уже больше трех лет мы им пользуемся, отправили мы его на диагностику. Он здоров и счастлив. Знаю, что многие будут спрашивать, сколько прослужил и так далее, особенно те, кто тоже заказывал по моей рекомендации блендеры. Блендер чудесный, прекрасный, но у него, у нас уже вот три года он нам служит, и у него какая-то вот на ножках вот этой вот базы самой какая-то вот какая-то черная штука, которая марает нам весь всю мебель, весь блендер, короче, какая-то штука, которая оттирается, но вот она есть постоянно. В общем, мы решили, что надо уже с этим вопросом разобраться. Блендер работает чудесно, все прекрасно, не ломается, все замечательно. А этот блендер мы брали на тест в компании Всесоки, нам его привозили на тест, и он пока все еще у нас. Очень классный блендер. Этот же блендер, у него стеклянная чаша, смотрите, очень тяжелая, очень экологичная, стеклянная. При этом он очень мощный, измельчает очень хорошо прямо в, что десерты, что вот какие-то такие продукты, абсолютно в гладкую консистенцию, тот же самый зеленый коктейль, прекрасно. Вот. Это корейская фирма, Дайна Бленд. Вот. Блендер хороший, если тот, например, мой блендер стоит где-то порядка 29 тысяч, то этот стоит порядка 18 тысяч, то есть это более бюджетный вариант и очень хороший, действительно. Мы такой блендер дарим победителям нашего детокса уже вот 10 потоков. Вот сейчас буквально выходные мы подведем итоги и опять же разыграем блендер и у нас победительница отправится новый блендер вот такой же, как обычно, как у нас это всегда бывает. В общем, теперь, значит, у меня здесь смородина черная, очень люблю черную смородину и в каше с гречкой она просто очень здорово звучит. сочетается. Дальше нам понадобятся финики для подслащения. Я использую финики сорта Мазафати. Это иранский сорт. Финики очень мясистые и очень влажные. Вот, смотрите. Они прям такие мясистые, влажные. В них содержится примерно 20-30% жидкости, в отличие от многих других фиников. То есть они действительно прямо вот влажные. и в них содержится меньше сахаров, ну, поскольку они влажные, соответственно, менее сахаристые за счет этого. Сахара, естественно, я имею в виду только природные сахара. Здесь никаких других речей идти даже больше не идет. Финики эти продаются у нас тоже в пандомагазине. Вот такая вот коробочка. Отправляем их тоже везде. Хранятся они, обязательно хранить их нужно в холодном месте, в холодильнике, потому что за счет этой влажности они могут быстро испортиться. То есть их нужно, здесь очень важны условия хранения. Вот. Корочку от фиников нужно ли убирать? Я убираю, потому что мне так больше нравится. Она, конечно, измельчится, но в десерты я всегда убираю. И в кашу я тоже убираю. В принципе, она достаточно легко снимается, но это не критично. Но вот, например, если мы говорим про какие-то финики более сухие сорта, типа сукари, например. Сукари у нас тоже в магазине продаются финики. Я сейчас, кстати, покажу их. Они более сухие, и, например, для каши вот такой вот, или для десертов, они не подойдут. Вот сукари. Это такой премиум сорт фиников. Они прямо тверденькие. Вот такие прямо вот хрустящие, но если их немножечко вымочить, они безумно сладкие и безумно вкусные. Хранятся значительно дольше, чем, ну, те же самые, например, мазафати. Но, еще раз говорю, подходят не для всего. То есть они подходят больше, например, вот для просто употребления. То есть вот они вот такие вот. Очень крутые. Но для каши, прямо скажу, не подойдут. То есть для каши, для десертов, используем мягких сортов финики. Далее нам понадобится горячая вода. Она у меня уже остыла, наверное. Горячая, потому что я сказала, да, каша нам нужна в теплом виде. Финики не замачиваем. Если это финики, вот типа мазафати, да, то есть иранские финики мягких сортов, их не замачиваем. Иначе они вообще будут слишком, вот такие вот разваливающиеся. Мы просто их хорошо промываем. Все, корочку от фиников можно убрать. Вот, в обычных очень много сахара. Ну, нет, сахаров каких? Если мы говорим сейчас про натуральные сахара, это здорово. Финики это просто идеальный продукт для здоровья. И даже в современной диетологии сейчас уже спокойно относятся к сухофруктам, да, и раньше считалось, что там сухофрукты, ну, я конкретно сейчас про финики буду говорить. Финики имеют там высокий гликемический индекс и так далее. На самом деле он у них не безумно высокий, то есть он там порядка 60-70, но при этом это продукт, который содержит столько пользы, там столько всяких аминокислот, там столько вот этого прокурсора серотонина-триптофана, который необходим нашему кишечнику для синтеза серотонина. Триптофан как раз-таки, очень в финиках его много. Это просто очень полезный продукт для нашего организма. Просто все, как всегда, нужно употреблять в меру. Вот. Значит, дальше. И я добавляю сюда кокосовый урбечь. Можно вместо воды теплой добавить теплого кокосового молока, либо любого другого молока. Это может быть миндальное молоко, кесельное молоко и так далее. Но для меня лично достаточно вот этого. Мне уже более молочной такой, как бы нет необходимости делать. Мне вкусно вот так уже. И я добавляю обязательно немного экстракта ванили. У меня это, как всегда, стелия ванильная с экстрактом органической ванили от Sweet Drops. В панда-магазине такая тоже есть. Урбечь, опять же, тоже все здесь, кроме ягод, по-моему, из панда-магазина. Потому что урбечи делает наш друг. Он же делает наши сыродавленные масла. И это самый вкусный урбечик, который я ела. Вот. И, в общем-то, их мы и едим, их мы и проделем. А финики в коробочке не обработаны сахарным сиропом? Нет. Они вообще ничем не обработаны. Нет. Финики ничем не обработаны. Они матовые. Так. Так, спасибо. Там же лучше двух... Но там же лучше двух не есть, правда? А то я их и не покупаю, поэтому. Нет. Ну, пожалуйста, можно две штуки в день съедать. Этого достаточно. Я думаю, что ты больше уже не захочешь. Оля, люблю вас. Вы чудесные. Спасибо большое. Красненькая в чеплашке. Это что вы добавили? Это красная... Это черная смородина в чеплашке. Да, вроде это она была. Да, она такая красноватого, бордового. Финики в коробочке не обработаны? Нет, не обработаны, я уже сказала. Так, завтрак в виде каши и зеленой гречки для детей нормальный. Мне сказали, сильная нагрузка на поджелудочную получается. Вообще нормально. И как бы интересно, в таком случае какая же нагрузка на поджелудочную, если ребенок съедает, например, там два яйца, или там яичницу с беконом, или с сосисками, или, ну, стандартный какой-то такой завтрак. Как бы здесь все относительно. Нагрузка на поджелудочную, за счет чего здесь? То есть здесь продукты абсолютно живые. Здесь излишка каких-то сахаров нет. Наоборот, все то, что для нашей желчеведелительной системы прекрасно. Здесь и жиры полезны. Причем это цельные жиры. Это даже не масло в чистом виде добавленное. Это именно урбич. То есть это цельный продукт. В сахара тоже в виде только цельных продуктов можно добавлять сиропы. Но я больше за использование все-таки цельных сахаров. То есть не цельных сахаров, а цельных продуктов, содержащих сахара. То есть это финики, это бананы. Поэтому все относительно, и какая уж тут нагрузка, да, как бы... Тут вопрос. Так, конечно, я своему 11-месячному малышу даю гречи. Прекрасно. Наш ест эти каши сначала прикорма. Замечательно. Как Вы относитесь к стевии? Я к стевии в целом хорошо отношусь. Это, кстати, вот ванильная стевия как раз-таки. То есть это стевия с экстрактом ванили. Но я не люблю ее аромат. Не могу. Мне очень противно вот этот вот сам вкус стевии. Поэтому я никакие стевиозиды и подслосители на основе стевии не использую. Не могу. Мне не нравится вот этот вот вкус стевии. Он мне прямо аж вот... Тошноцкий для меня. Где Вы приобретаете ягоды? Эти ягоды я заморозила. Сама. Многие ягоды я морожу сама в течение лета. Потом в течение, например, ну в течение зимы, когда мне, например, ягод не хватает. Или, например, не было в этом году вот у нас лишние. Я их покупаю. То есть есть компании, которые продают замороженные ягоды. Если интересно, я могу скинуть в личку. Если это про Ежевск. Урбеч очень классный. Это правда. Мы с детьми кокосовыми едим килограммами. Да, у нас тоже кокосовыми ведрами уходит. Но я его просто добавляю много куда. Сегодня утром я делала панкейки. И я добавляю, например, его туда вместо масла. В выпечку я тоже добавляю вместо масла именно урбечь. То есть вот я использую такие цельные... Как их назвать? Продукты. Доброе утро. Можно ли заменить урбечь просто пророщенным льном? А зачем? С урбечем все хорошо. Он очень полезный. Там цельная кокосовая масса, которая измельчена до состояния каши. Манна, да? Это называется кокосовая манна. То есть вообще не вижу смысла заменять на лен. Нет. Можно добавить, если хочется, например, сюда льна. Это вообще без проблем. Можно и конопляное семя сюда, если хочется добавить для жиров. Мне нравится кокосовый, потому что он дает сливочный привкус. Греча сама по себе жиров очень мало содержит. Можно добавить кокосовое молоко, либо вот кокосовый урбечь, например, либо кокосовое масло. Мне вот урбечь больше всего нравится. Он дает именно сливочный такой вкус. Если смешивать зеленую гречу и лен хорошо, да почему нет? Конечно, хорошо. А у урюка какой был? Чего? Какого урюка? Ничего не поняла. А, урбечь какой был, кокосовый. Блин. Все. Так. Воды добавила, ягоды добавила, урбечь добавила, финики добавила, ваниль добавила для более такого яркого вкуса. Ну и включаю блендер. Так. Сейчас я посмотрю, какой режим выбрать. Так-так-так-так-так-так. Попробуем. 60 секунд. Комбо режим. Да. Можно быть, процессия? Да. 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 Продолжение следует... 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 Они сыродавленные. За счет того, что они сыродавленные, семена, которые используются для отжима, они не обработаны термически. И поэтому вкуса как такового, такого ядреного, нет. Во-вторых, у нас масла настолько быстро, мы их продаем большими объемами, что под нас давят их очень-очень быстро и постоянно, и у нас масла все свежие. То есть у них вкус, они не успевают прогоркать. Поэтому масла все свежащие, они все такие нежные на вкус, очень-очень прямо вот невероятные. Кунжутное масло, пожалуйста, подсолнечное масло. Это все масла, которые прямо вот вы не будете практически их чувствовать. У них вот именно, многие даже не понимают, как это, что это за масло. У него такой еле уловимый оттенок свеженький есть. Кедровое масло, конечно же, и ребенку точно зайдет. Поэтому пробуйте. Можно просто заказать несколько вот таких вот бутылочек небольших. Я беру вот такими бутылочками, чтобы масло не окислялось, просто быстрее использую. Но опять же, те масла, которые у меня уходят постоянно, вот как тыквенные, например, я беру, думаю, что возьму в бутылках 0,5. И конопляные тоже, потому что они реально уходят достаточно быстро. Для жарки подходит горчичное масло. Оно тоже у нас есть. Прекрасное, свежее горчичное масло из семян горчицы. Выжимаем. И оно имеет самую высокую температуру дымления, 254, что ли, градуса. И на нем можно даже жарить. Хотя я жарить вообще не рекомендую. Но если вдруг вы жарите, то, пожалуйста, вот как бы есть масла, которые для этого подходят. Это не рафинированное, а сыродавленное именно. Рафинированное масло мы не употребляем очень давно уже. Ну, это изредка где-то проскакивают они в кафе. Может быть, не может быть, а точно, я думаю. Потому что в кафе, кроме как рафинированные другие масла, вряд ли используются. Вот. Как долго хранится масло? Где? Вообще заявлено срок годности полгода по ТУ. Но масла полгода, я не знаю, за полгода вы точно его съедите. Какой за полгода, я не знаю, мне кажется. У нас просто приходят и покупают такими объемами, что, как бы, ну да, понятно, что люди быстрее гораздо съедают. Там за месяц точно такую бутылочку съедите, хранятся. Они просто в темном месте. В холодильник их ставить не нужно, кроме льняного масла. Потому что оно быстрее всего за счет большого источного содержания омега-3. Оно быстро прогоркать может. Поэтому его при открытии сразу же поставить в холодильник. Все остальные масла у меня хранятся просто в шкафу. Вот, как я сейчас достала. Они все в темном стекле. В принципе, вот, самый главный окислитель для масел, это кислород и это свет. То есть, бутылка из темного стекла, кислород не попадает, если масло плотно закрытое. Если вы не... Просто у меня вот мама иногда замечала, откроет масло, короче, там, польет и поставит вот так вот. Ну, вот оно стоит, не закрытое. То есть, есть такая вот привычка, если то, как бы да, надо обязательно ее искоренять. Рыжиковое, кстати, очень вкусное у нас рыжиковое масло тоже есть. Да, оно прикольное. Я не скажу, что оно заходит вот прямо детям всем. Вот я даже скорее назвала более нейтральные масла, но рыжиковое вкусное масло. Там тоже очень много омега-3. Вообще, из покон веков наши предки, они использовали именно льняное, конопляное, рыжиковое масло. Вообще, семена использовали. Да, масло из семян рыжико-посевного у нас тоже оно есть. Масло черного тмина пить семенами черного тмина или их употреблять отдельно? Ну, масло, оно... Масло, это продукт концентрированный. Он максимально такой лечебный, биодоступный. Семена содержат клетчатку, белок и прочие-прочие-прочие всякие пищевые волокна. И это очень часто мешает усвоению как раз-таки каких-то питательных веществ. И, допустим, поэтому масло оно просто более биодоступно. Но семена тоже прекрасны. То есть там тоже очень много пользы. Они прекрасным антиброзитарным, очистительным действием обладают. Поэтому можно семена просто, например, съедать в виде урбеча, да, потому что все-таки они такие противненькие. А урбеч, он максимально это все измельчает до такой массы удобоваримой, скажем так. Так что хотя бы не придется это все очень сильно жевать во рту, нежели семечки. Но опять же, семечки, конечно же, мы измельчаем в любом случае. Вот, то есть, я думаю, можно курсами так и так употреблять. В холодильнике нет, не обязательно хранить масла в холодильнике. Вообще не нужно даже, в общем-то. Оля, за счет чего он сладкий овсяный сироп? Овсянка же не сладкая? Да, овсянка не сладкая. Но вы замечали, что овсяное молоко, например, оно тоже сладкое. Почему? Потому что там это же быстрый, это же, ой, не быстрый способ. Вернее, во-первых, перед тем, как сделать сироп, овсяное вот это вот сырье, оно ферментируется. При ферментации выделяются сахара, значит, то есть он становится более таким сладеньким. Молоко, например, не молоко, если вы пробовали овсяное, оно тоже сладенькое, за счет того, что есть, присутствует вот этот вот процесс естественной ферментации, естественного брожения, в ходе которого образуются, как раз-таки употребляются сахара, плюс образуются там частично кислоты какие-то, то есть, в общем, там такой целый-целый процесс. И овсяный сироп, то есть он сначала ферментируется, а потом просто выпаривается. И вот за счет того, что там много очень, как раз-таки, инулина, крахмала, плюс это углевод, а углеводы, они, в принципе, сладенькие, вот рисовый сироп, это тоже крахмалы, они сладкие, ну, как бы в процессе, как сказать, обработки, то есть они сладкий вкус приобретают. Также есть рисовый сироп, сироп цикория, вот все продукты, которые крахмалисты, такие высококрахмалисты, но это полезные крахмалы, как раз-таки, которыми питается наша микробиота, то есть наши друзья, наши братья из кишечника, вот, за счет вот этого он и сладенький. Вот тут, кстати, даже написано, изготовлен путем ферментации зерен овса, без применения химических добавок, в щадящем температурном режиме. Сохранены все полезные свойства цельного злака, обладает приятным ароматом, бла-бла-бла. В общем, он действительно очень вкусный, вот прям просто, знаете, как вот ириска какая-то. Вот смотрите, какой он тягучий, очень тягучий, вот. Класс, спасибо, не знала про этот сироп, вообще, пожалуйста. Так, на Украину будет дорогая доставка. Вам можно посмотреть просто, мы отправляли на Украину, можете посмотреть доставка из Ижевска до вашего города. Почтой, почтой точно, потому что, насколько я помню, там других вариантов, кроме почты, нет. Про сорок годности масел уже сказала, что там заявлены полгода, но у нас они уходят там за 2-3 недели. Так, куда Вы добавляете масла? Масла добавляю в салаты. Если это не какая-то у меня заправка, например, на основе какого-нибудь кунжутного урбеча, то это просто масло. Просто я их чередую, разные масла по настроению. Добавляю в готовую кашу, например, в гречневую, там, не знаю, гороховую. Вот я использую крупки беловодья, цельнозерновые. И очень часто добавляю в них. Они там варятся за 2 секунды, буквально, опять же, в пандамагазине они есть. Вот у нас они уже почти все закончились сейчас. Я очень люблю Амарант, Тепинамбур. Это мультизлаковые крупки. Они все делаются на основе, вернее, делаются только из цельного зерна. Там никакой шлифовки, никакого рафинирования нет. То есть это не пустой продукт. Это продукт цельный. Вот. И они все до консистенции крупки измельчены. За счет этого очень быстро варятся. Буквально за 2 минуты даже гороховая каша варится. Это просто мое спасение очень часто, когда детям, мужу срочно сварить поесть. И вот такая кашка. Просто прекрасно. Сейчас покажу. И консистенцию тоже. Ой, консистенция. Сейчас. Амарант и Тепинамбур уже закончились. Вот осталась на дне гороховая крупка. Вчера я ее тоже варила. Вот знаете, реально, когда просто вот некогда что-то готовить, а хочется, чтобы пища была белковая, полезная и очень там сытная, да, детям. Вот. Это просто спасение для меня. Я уже больше 7-8, не знаю, 9 что ли лет эти каши вообще использую. Вот они, видите, какая? Она, видите, какая мелкая? Это просто вот как манка. И ее закидываешь в кипяток, она варится буквально 2 минуты. Все. То есть дальше я добавляю специи, соль и масло. И масло я кладу уже в готовый продукт. Больше года использую только ваши масла, жарю на горчичном. Очень рада, Вероника. Оливковое. Идите, да, едим, но оливковое найти очень сложно. Оливковое масло, чтобы это было масло не подделка, действительно сложно найти, потому что оливковое масло на втором месте по подделкам после героина в мире. Сами понимаете, да, то есть масло из рисовых отрубей есть? Нет. Такого масла нет. Я не смогла пить масло черного тмина, нереальная горечь. Можно запивать его просто водичкой или запивать лимонным, там, засасывать лимонной долькой. И, кстати, такая горечь нереальная, она только первые раза 3, потом спокойно вы его пьете. Это вот поверьте, потому что девочки у меня на детоксе пьют масло черного тмина 2 недели. Первые 3 дня они плюются, некоторые, некоторые спокойно пьют, а потом все. Это абсолютно спокойно все это заходит. Расторопши проращивала раньше, сейчас не проращиваю. Сейчас что-то семена сложно было найти. Вот даже для масла мы семена долго искали. Сейчас масло расторопши у нас тоже есть. А вот, но для проращивания там надо, чтобы они были как-то еще более какой-то там, я не знаю, в общем, короче, сложнее с этим все. Так, Оленька, делай почаще эфиры. Спасибо, Женечка. Я это, как время есть, так успеваю, так и делаю. Коричневая гречка полезна? Да, в целом, конечно, она все равно полезна. То есть, ее же обжаривают зеленую гречку, да, до коричневого вот этого состояния. И она, соответственно, вместо там, например, полугода хранится там два года. Это на руку производителям. Но в целом, когда вы ее варите, да, то есть там многие питательные вещества и многие витамины все равно сохраняются, которые термофильные, то есть, которые спокойно переносят термическую обработку. Есть в вашем магазине овсянка без глютена. Есть, есть овсянка без глютена. И есть овсяные хлопья именно длительной варки. Овсяные хлопья био, так же, как многие другие зерна и семена у нас есть. Био, это значит, что на полях, на которых выращиваются эти культуры, не применяется никакая агрохимия, никакие удобрения, никакие пестициды, никакие раундапы, ничего. То есть, это абсолютно чистые продукты. Вот у нас есть био, это и красная чечевица, и зеленая чечевица, и пшено био, и овсянка био, есть овес голозерный, есть овес именно хлопья овсяные, вот. И есть у нас просто отдельно овсянка без глютена, да, есть у нас с какими-то там клубникой сушеной, еще с чем-то, а есть просто без всего овсянка без глютена. Вот, мука и зеленые гречки у нас тоже есть, и наш же маслодел, который делает наши масла и урбечи, он же нам делает и муку. А муку он делает нам на каменных жерновах, так же, как урбечи. Урбечи, урбечи. Я с вами уже 3 года, Женечка, я очень рада. Есть овсянка в магазине, девчонки отвечают, которые у нас завсегдаты нашего магазинчика. Что за сироп я пропустила? Это овсяный сироп, очень вкусный. У нас, кстати, в магазине сейчас еще, помимо овсяного, я еще прямо вот мужа уговорила заказать, помимо овсяного сиропа есть еще гранатовый сироп. Вот, кстати, я использую его тоже, как заправку к салатам. Может быть, помните, в Турции, когда на All-Inclusive в этом, в ресторане там соусы разные всякие стоят, у них там стоит еще гранатовый соус такой, да, бордовенький, вкусненький. Но, к сожалению, все, что в Турции, вот они продают гранатовый, они все с сахаром делаются. Мы заказали гранатовый такой вот сироп без сахара. Еще заказали можжевеловый сироп, он прекрасно для иммунитета, он тоже без сахара. То есть, это прямо из ягод можжевельника делается сироп, он для суставов очень полезен. Так же, как гранатовый сироп, то есть, может употребляться просто для поддержки иммунитета. Все это натуральные сиропчики. Овсяный сироп можно диабетикам? Да, овсяный сироп можно диабетикам. Это продукт, содержащий огромное количество инулина, клетчатки, ну, пребиотика, да, корма для нашей микробиоты. Не содержит он никакого сахара, он, кстати, даже менее сладкий, чем, например, топинамбур. И так же, как вот рисовый сироп, они чем-то похожи, тоже такой же тягучий очень. В Крым отправляете? Конечно, отправляем. Мы даже в США девочки отправляем, даже в США, хотя там был локдаун и все остальное, мы спокойно, ну, правда, девушке, которая нас уже который раз заказывает, в этот раз посылка 2 месяца шла. Но это из-за того, что там вот эти все перипетии были, а так вообще примерно за 2 недели до США доходили наши посылки. Ну, и в Европу тоже. А что лучше детям? Кэроп или какао, если делать какао на кунжутной молоке? Да, можно делать какао, если какао хорошего качества, если это натуральное какао, если оно... Очень часто же аллергия не на само какао, а на компоненты, которые присутствуют помимо какао, там, в том же шоколаде, например, или в тех же конфетах, да, то есть какие-то там трансжиры, ну, на них не будет, конечно, аллергии, ну, то есть какие-то такие сторонние компоненты, которые, например, там усиливают вкус, сохраняют его дольше там каким-то определенным и так далее, так далее, вот, то есть, но в целом какао, помимо того, что очень много и антиоксидантов содержит, и полезных всяких веществ, и витаминчиков, и, ну, содержит еще кофеин, и теобрамин, и поэтому детям какао, ну, как бы не супер желательно, хотя, в принципе, все зависит от количества. Конечно, кероп, он полезнее, но он совсем другого вкуса, а у него более карамельный вкус, там не надо никакого сладости никакой, он сам по себе сладкий, кероп очень полезен для ЖКТ, и делать кероп на кунжутном молоке, или на каком-нибудь еще и другом миндальном молоке, это просто чудесно. Так, подскажите, овсяные хлопья полезны заваривать или можно варить, пользу от этого не уменьшает? Смотрите, фишка овсяных хлопьев вообще в чем? Не фишка, вернее, сейчас я скажу, как. В общем, важная особенность, на которую стоит обратить внимание при покупке вообще овсяных хлопьев, и вообще любых других хлопьев, это то, сколько они варятся. То есть, когда продукт варится меньше 15-20 минут, это значит, он уже изначально отшлифован, обработан, при температуре 90 градусов их обрабатывают, и, соответственно, при такой термической обработке многие полезные свойства он уже теряет, превращается просто в такой пустой быстрый углевод даже, можно так сказать. Вот, энергии дает ненадолго, вот, сытости, соответственно, тоже. Получается, что выбирать овсяные хлопья надо вот по такому принципу, чтобы они долго варились. А по поводу заваривания, как бы это, в принципе, вариант, но учитывая, что при варке многие антинутриенты, которыми очень часто пугают, типа, там, фитиновой кислоты и прочих других, они все-таки разрушаются больше при варке, здесь, может быть, все-таки, я считаю, самый такой щадящий вариант, и достаточно такой, он и щадящий, но при этом он полезный, свойства полезные сохраняет, ну, в смысле, он поэтому и щадящий, все заговорилось. Короче, опускаем в кипяток, да, доводим до кипения, выключаем, оставляем под крышкой, напариваться, там, минут 10-15, то есть, в зависимости от сырья вообще, да, то есть, если это овес, то это вот столько времени достаточно обычно. Если это пшено, то там подольше нужно настаивать и варить чуть-чуть подольше. Но в целом, вот такой вариант есть, когда мы овес берем, например, или любую другую кашу, мы немножечко, то есть, она покипела, буквально там 2 минуты мы ее выключили, и дальше она настаивается. Так же, как раньше, вот в русской печи настаивали, например, те же самые каши, то есть, ставили они при температуре 60 градусов, томились, и, как бы, вот это и слегка и ферментация какая-то происходила, и при этом свойства полезные сохранялись и прочее. Какой сироп более всего полезен? Да, сложно сказать, это, как бы, такой вопрос неоднозначный, то есть, здесь нет на него прямо ответа, что вот этот полезен или этот полезный. Я считаю, конечно, ну, максимально, если вообще про сиропы говорить, как бы, то максимально полезны те, которые содержат большое количество клетчатки. Ну, для меня вот сейчас это вот овсяный, рисовый, в принципе, топинамбур тоже содержит много клетчатки, но в целом я за то, чтобы все-таки не было сиропов в ежедневной пище, ну, чтобы они не были на постоянной основе. Потому что все-таки это изолированный сахар, то есть, это не финик цельный, это изолированный сахар, он, как бы, извлеченный. Поэтому там, где не обойтись без сиропа, там одно дело, но если, например, кашу, не обязательно ведь ее давить, ну, я не знаю, как все, но я вообще не помню, чтобы я в кашу добавляла какую-то сладость. То есть, мне каша вкусная и так, особенно если каша с топинамбуром, вот такая вот крупка, там, 5, что ли, злаков, и плюс еще топинамбур. Она сама по себе сладенькая, и это очень классно. То есть, можно использовать в качестве подслащения порошок из измельченных корней топинамбура. Это тоже вообще круто будет. Это будет натуральный, такой вот природный подсластитель. Вот. Сиропы, они замечательные. Я понимаю, что без них во многом вот никуда. Но не должно быть, чтобы вот вы заменили сахарный сироп, и теперь везде вы фигачите сироп. То есть, это нездоровый, так скажем, вариант. Вот. По поводу Украины, дорогая доставка, я вот уже отвечала, что надо посмотреть. Посмотрите, сколько будет стоить доставка, например, там, 5 килограмм из Ижевска до вашего города. Просто посмотрите и прикиньте примерно. Либо можете сразу же написать в панда-магазин, в сообщение сообщества, менеджер вам ответит. По опыту отправляли мы на Украину, да, сколько это стоило. Так быстрее, наверное, будет. Поэтому заходите в шапку профиля, там есть посетить панда-магазин, заходите туда, и, пожалуйста, вас перекидывает сразу же лендинг на этот магазин, и можете задать там вопрос. Быстрее просто ответят. Вот. На Wildberries наших продуктов нет. Какое растительное молоко более полезно? Все варианты растительного молока очень полезны. Все зависит от сырья. То есть в разных видах растительного молока разное количество разных микроэлементов. То есть в кунжутном, в маковом очень много кальция. Просто безумное количество кальция. Пожалуйста, пейте его, если вы волнуетесь, что с кальцием у вас что-то не так. Там также очень много и железа, и много чего. Очень много кальция, железа, других микроэлементов в миндальном молоке. Пожалуйста. То есть там же и полезные жиры все. И, по сути дела, там и белки, и все вот эти вот аминокислоты, которые есть вот в этих продуктах, они максимально быстро усваиваются как раз-таки из молока. Вот. Поэтому молоко – это такой прям классный, биодоступный, опять же, вариант. Нет, мультиварки у меня нет. Привет. Спасибо. Всем привет, всем спасибо. Так, вы каши делаете на молоке или на воде? Молоко делайте сами. Каши делаю на воде. Я могу немножечко добавить молока иногда. Не часто такое бывает. Добавляю кокосовое молоко. Например, в овсянку я могу добавить. Но у меня как? У меня, например, вот такой вот объем воды. И я могу в самом, когда вода начинает закипать, я могу в самом вот, в этот момент закипания, да, добавить вот буквально вот столечко молока, ну вот буквально чуть-чуть, просто для более такого сливочного вкуса. И варить уже дальше. Остальные все каши я варю на воде. Ну вот топинамбуру, мультизлаковую, иногда я тоже варю на, ну немножечко добавляя молока. Чисто для такого вот сливочного вкуса. Вот. В целом все каши у меня на воде. Молоко сама делаю, да, но кокосовое нет. Кокосовое в магазине у нас есть. А так, в магазине есть кокосовое и органик, и ароиде. Вот. Но молоко я в основном делаю сама, да. Но если, например, у меня нет молока, то я, конечно, возьму готовое молоко. Когда следующий поток детокса? Следующий поток детокса, наверное, будет в апреле. Вот сейчас мы завершаем. У нас подсчет сейчас будет всех подведений итогов, розыгрыш блендера. И потом, как раз, когда мы завершим, я немножечко отдохну, подумаю, наверное, в апреле, может быть, мы запустим еще один поток. Лапши я уже хочу есть. Ну что? Да, у меня был опыт сухого голодания. Трехдневного сухого. Вход на осоках. Трехдневное сухое. Выход на осоках. Все вместе где-то 2 недели получилось. Очень классный, крутой, просто опыт. Я очень хочу повторить, но мне не хватает мотивации. Ну, не мотивации, вернее, мне не хватает, с кем это сделать. То есть там это была группа, и в группе это круто. Поэтому я вообще не удивляюсь, почему некоторые девчонки на детокс приходят по 2-3 раза уже. Потому что вот это классная среда, в которой круто этот опыт поиметь. Поэтому голодание очень хочу сухое. Прямо даже думаю, весной, наверное, я пройду. А кормящим мамам можно проходить детокс, видимо, я так понимаю, да? Ребенку уже один, ну, конечно, можно. Даже беременные мамы у меня проходят. У меня на этом потоке было 3 или 4 беременные девочки. Всегда есть беременные даже. Уж про кормящих вообще молчу. Основное, как бы, как сказать-то, сомнение очень часто именно по поводу беременности возникает. Я понимаю это. А уж во время кормления вообще не должно быть вопросов, я считаю, вполне даже можно и нужно. Спасибо за эфир. И вам спасибо за эфир. Поем я сейчас кашу и буду дальше заниматься десертами. У меня там новые конфетки на очереди, поэтому пойду сейчас их доделать. Ну все. Давайте готовьте кашу обязательно. Это очень вкусно, это очень классно. И вдохновляйтесь, детки очень такую кашку любят. Все. Всем хорошего дня.